Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс», меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы, читаю медленно, «Коворкинг, как он есть». Сразу представлю моего гостя, а потом, собственно, начнем делиться мыслями. В студии Михаил Комаров, со-основатель, наверное, правильно, компании под названием «Рабочая станция». Правильно ли? Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, если позволить, я некое отступление сейчас. Ну, мне кажется, это логично, как минимум. Сегодня я разговаривал с одним из своих коллег, он поинтересовался анонсом «Бизнес-класса», был не очень внимателен и спросил, слушай, какое-то странное название «Коворкинг, как он ест». Кто такой «Коворкинг», что он ест? Вот, забавно сказал я ему, во-первых, ты невнимателен, надо смотреть, не ест, а есть. А потом, конечно, слово «Коворкинг» еще не на слуху, ну, наверное, у подавляющего большинства наших сограждан. Отсюда и вытекающие, основные вытекающие для сегодняшней программы мысли. Уважаемые слушатели, я напомню, вы можете присоединиться к нашей беседе. 6510-99,6, телефон в студии, код Москвы 495, также финам.фм, сайт нашей компании. Вы можете туда зайти и задать свой вопрос, поделиться мнениями, ну, и я надеюсь, поинтересоваться. Сегодня Миша даст нам подробный, так сказать, рассказ о том, о чем идет речь. И в качестве инфункционного повода я хотел бы предложить такую мысль, такую идею, ну, и на самом деле тоже она не слишком нова, наверное. Если позволишь, тогда прокомментирую, насколько это логично. Собственно, рынок нежилой недвижимости города Москвы, как минимум, да, это вещь такая во многом, ну, для большинства тех, кто хочет заняться бизнесом, запредельная, ну, с точки зрения ценообразования. Он растет, 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 сейчас он уже на уровне докризнистых цен, и, собственно, цены эти опускаться не собираются, и перспективы в данном случае достаточно радужные. Ну, видимо, для тех, кто сдает офисы, и менее радужные, для тех, кто пытается этот офис арендовать и уж тем более купить. Вот с этой точки зрения давай мы начнем наш разговор. Ну, и у меня просьба такая, расшифруй сразу, о чем идет речь, что такое каворкинг, откуда это слово, и вообще о чем мы сегодня говорим. Ну, каворкинг — это, соответственно, англоязычное слово, перейти его можно как «совместно работать», совместно работать. Вот, у нас оно потихоньку начинает приживаться в России, ну, Европа, США. Ну, давай так, термин приживаться или все-таки совместная работа приживаться? Ну, и термин, и то, и другое, да. Идут вместе эти вещи, хотя, ну да, людям объясняешь каворкинг, они уж как таковое воспринимают слово, без перевода. Без перевода, ну, это глава. Да. Вот. Ну, а сам термин, он, наверное, появился в 2005 году в США, там появлялись первые каворкинги. Но было очень новое, и люди не понимали. Ну, кстати, вот давай мы о идее, что ли, да, о мотивации, по какой причине вот эта вот история появилась? Кстати, за кадром, за эфиром, да, до начала программы ты мне рассказывал, как ты пришел в этот бизнес, и я так понимаю, у меня есть, я буду подглядывать, да, молодой программист Брэд Ньюберг тоже самую задачу, по сути, решал. Ну да, да, собственно, он тоже делал, ему нужен был офис, как и нам, и оттуда и родилась история с каворкингами. Мне, в свою очередь, в 2008 году тоже нужен был офис, вот. То есть ты ходил, ходил, искал, искал, все дорого, да, бюджет не попадает. Тут еще такой момент, просто офис не хотелось снять, которых много в Москве, да, хотелось что-то интересное, необычное, там, завод, не знаю, лофт, пять метров. А чем занимались тогда? У меня компания по веб-разработке. А, тебе нужно было, там, ребят, да, перед компьютерами посадить и создать атмосферу, чтобы они не просто тупо сидели целый день в компьютер, да, и кофе попивали, а что-то было такое. Да, люди творческие, им нужно что-то такое красивое. Конечно, 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 не просто смотреть, да, в зеленую стену, да, еще что-то. Все правильно, да, вот, ну, восьмой год, мы начинаем искать, и арендодатели просто не понимают, что это такое. То есть даже в какой-то момент мы не говорили, что мы хотим сделать там каворкинг, просто офис. Боялись, что люди будут воспринимать это как субаренда или еще что-то такое, то есть мы будем перепродавать места. Еще раз, подожди, момент, смотри, ты искал для своего бизнеса офис, не нашел, в принципе, да, а потом у тебя мысль появилась, да? Да, пришла мысль о том, что неплохо совместить каворкинг, посадить туда ребят своих, плюс посадить ребят, которые бы за это деньги платили. Да, чтобы дешевле уже для тебя. Плюс еще такой был момент, что хотелось ориентироваться на все-таки IT-сектор, да, ребята из IT сажать, они были бы моими же сотрудниками иногда. Тоже вариант, молодец. Ты так стратегически мыслил, это хорошо. Кстати, вот один из вопросов, да, ну, по крайней мере, мы сегодня будем говорить, наверное, о плюсах и недостатках, да, такого подхода. Вот один из, ну, на мой взгляд, плюсов, согласишься со мной, нет, это то, что в каворкинге, как правило, оказываются люди, занимающиеся примерно одним и тем же. Нет? Не совсем так? Нет, нет. Так, расскажи. Ну, там, в нашем каворкинге сидят ребята, журналисты, архитекторы, дизайнеры, программисты, люди, занимающиеся обслуживанием юрлиц, там, не знаю, они доставляют им, там, билеты, воду, там, и так далее. Вот, то есть абсолютно разные ребята. Естественно, мы, там, в свое время, когда начинали сидять, мы ориентирулись на IT. То есть IT, творчество такое. К нам приходили, там, ребята, занимающиеся продажей строительной техники. То есть никто им не отказывает, просто мы говорили, ребята, здесь немножко тусовка вот такая вот, вы готовы в ней находиться? Вот, 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 ключевой момент, да, то есть некое сообщество, ну, хорошо, не узко, да, направленные какого-то бизнеса, а сообщество общих интересов таких, общих взглядов на вещи, да. Понятно, что люди, которые занимаются творчеством, да, несколько отличаются. Ну, немножко, да, там, общаются иначе, мыслят по-другому. И, там, мы ставили задачу сделать какие-то совместные проекты, чтобы люди в каворкинге начинали что-то новое. Уже вместе, да? Вместе, да. Как бы волею судеб, да, так получается, что люди оказались в одном пространстве, в деловом, причем, пространстве, каждый занимается своим делом, а в какой-то момент можно сказать, Ребята, а давайте-ка мы, как это раньше было модно, что-нибудь совместное замучим, замучим, да, слово вот это. Ну, да. Ну, это, собственно... Такое бывает, кстати, такое получается? Да. У нас много... И у вас в частности. У нас в частности очень много проектов внутри каворкинга, где люди объединились, вот, познакомившись уже на этой территории. Дизайнер с программистом, соответственно, программист с дизайнером и так далее. Ну, все-таки это больше именно интернет, какие-то вещи такие. Ну, вот изначально, смотри, сейчас мы отходим немножко от твоего личного примера, хотя он во многом... Почему я, да, настойчиво, может, это и не очень правильно стратегически, да, сейчас о тебе конкретно говорю, потому что он во многом символичен, что ли, да, он как раз показывает, как люди приходят в этот бизнес. Вот. Ну, тем не менее, давай мы от конкретного примера отойдем. Потом вот человек, который решил объединить рабочее пространство, вот, путем создания этого каворкинга, извини, я еще не привык до сих пор, выговариваю плохо, путем создания каворкинга. Он, естественно, да, каким-то образом пускается в поиски, да, своих, так сказать, тех, кто будет в этом пространстве дальше. Что он, ну, если позволишь, может быть, так банально, в этом объявлении, что он формулирует? Когда он ищет ребят, которые должны сесть? Да. Ну, соответственно, он описывает то пространство, куда люди придут, то есть это важно. Хорошее место, хорошая инфраструктура. Хорошая с точки зрения географии, да? Географии, с точки зрения… Легко доступной. Да, 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 с точки зрения, собственно, внутри, дизайн, тогда все-таки люди именно творческих профессий, IT там, сектор, тогда они более открыты и понимают, что такое каворкинг, и их проще пригласить к себе. То есть, соответственно, все заточено, скажем так, под таких ребят. Это дизайн, инфраструктура, какие-то удобные, не знаю, вещи внутри каворкинга. Смотри, смотри, вот, ну, опять я вот это объявление пытаюсь увидеть. Отправная точка какая-то есть. То есть, ребят, мы приглашаем. У нас уже есть, условно говоря, айтишники сидят. Вот мы приглашаем еще там кого-то. Или с нуля это все начинается, да? Все это с нуля, да. С нуля. То есть, тебе главное найти хорошее место. Все. О! Хорошее место. То есть, никуда там, ни в какой-то замшелый подвал люди, конечно, не пойдут. Ну, это понятно. Ну, и потом сложно там творческое пространство создать, да? В замшелом. В замшелом, хорошее слово. В замшелом подвале. Это так. Это так. Хорошо. Ну, и вот, собственно, теперь в эту сторону мы давай с тобой посмотрим. Где они, эти хорошие места, ну, исходя из какой-то статистики, из практики? Что это такое? Это должно быть офисное помещение класса, как сейчас принято говорить. Высокий, из стекла и бетона, чтобы на подходе уже сердце радостно забили. Боже мой, в каком прекрасном месте, Ира? Нет, не могу сказать, что это должен быть бизнес-класс какой-то. А-класс, бизнес-центр. Все-таки примеры в Европе, в США и в России успешных каворкингов, это им что-то лофт, завод, что-то такое нестандартное, не общепринятые офисы. Потому что люди идут в каворкинг, устав от обычных офисов. То есть они ищут третье место, так называемое. Оригинальных каких-то пространств. Ну, завод, я так понимаю, ты с точки зрения опять вот этого огромного какого-то пространства, который можно, да, так сказать, каким-то образом... Я понял. Хорошо, сейчас мы слушаем новости на Финам-ФМ, потом продолжаем разговор. Финам-ФМ. Новости. В Москве 17.15. Далее новости экономики. Рисковые банки обяжут увеличить страховые отчисления. Это произойдет в случае принятия изменения в закон о страховании вкладов. Об этом заявил зампред Центрального банка Михаил Сухов. Минфин предложил увеличить предельный размер страхового возмещения по вкладам до 1 миллиона рублей – 700 тысяч рублей. Особое внимание на Центральный банк обратит на банки, привлекающие средства по высоким ставкам. В следующем году темпы роста кредитования составят около 20%. Это спрогнозировали в Центральном банке. Таким образом, по сравнению с текущим годом, темпы роста кредитования немного замедлиться. Ранее в Центробанке заявили, что объем кредитных портфелей банков в этом году увеличился на 20 и 25%. Чистая прибыль «Газпрома» упала на треть. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе крупнейшей компании страны. Выручка «Газпрома» уменьшилась до 2 триллионов рублей. Российские информагентства разошлись в оценке отчетности «Газпрома». Так, РИА Новости сообщила, что данные компании не оправдали ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль. В то же время Интерфакс отмечает, что отчетность «Газпрома», напротив, должна была понравиться аналитикам. На бирже акции «Газпрома» подорожали за первые минуты торгов на 0,7%, при росте индекса ММВБ на 0,39%. На этом пока все. Следующий выпуск уже через 15 минут. Дмитрий Дорофеев, служба информации. Ну что ж, продолжаем нашу программу. В эфире «Финам.ФМ.Бизнес.Класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема – коворкинг, как он есть. В студии Михаил Комаров, сооснователь рабочей станции, человек, который непосредственно занимается этим бизнесом, пока еще во многом, пока еще многим непонятно. Но я думаю, после сегодняшней программы как раз все вопросы будут решены, да, все непонятности будут нивелированы. Миш, давай продолжим разговор. Меня очень интересует вот это вот пространство, каким оно должно быть, да, чтобы там, может, мог разместиться классический. Наверное, сложно еще, да, говорить о классике. Но, тем не менее, мог разместиться коворкинг. Ну, естественно, есть такие три основные вещи. Это дизайн, местоположение и, собственно, внутренняя инфраструктура. Успешные коворкинги, которые открываются по всему миру, это все-таки большие, большие пространства. 500-600 тысяч метров, там, есть и по 10 тысяч квадратных метров. Открыть коворкинг в маленьком пространстве, в маленькой квартирке, что есть, но они не выживают, они закрываются через какое-то время, невозможно. А по какому причине в маленьком пространстве? Невозможно сделать ту атмосферу, которую она требует. То есть здесь, кстати, да, слово атмосфера, оно какое-то двоякое. С одной стороны, атмосфера с точки зрения творчества, а с другой стороны, атмосфера с точки зрения воздух нужен, воздух. Безусловно, конечно, да. То есть поэтому за основу по всему миру и берутся эти огромные заводские помещения, не бизнес-офисы, а именно заводские помещения, потому что это огромные пространства с воздухом, огромные потолки там, да. Да, 5-6 метров, мы там тоже в свое время по заводам прошлись и посмотрели все это. Ну, если говорить о Москве в частности, я думаю, что проблема, смотри, завод, он все же, как правило, ну, не в центре, понятно, да, он где-то на окраине. Ну, есть и в центре, там, на Кутузовском есть завод, тот же самый Красный Октябрь, флакон на Дмитровской, электрозавод, очень красивый завод. И, в принципе, все они в нормальном доступе, да? Да, да, да. Ну, есть пропускные системы, но можно пользоваться. Можно пользоваться. Ясно, с помещением более-менее разобрались. Есть еще какие критерии, да, ты бы выстроил для того, чтобы это стало каворкингом? Ну, каворкинг, опять же-таки, это именно большое пространство, не разделенное на какие-то маленькие комнатки, потому что это превращается уже в офисы. Ну, то есть главный враг каворкинга, ну, и один из врагов, это дверь. Я правильно понимаю? Это дверь, это перегородка какая-то, все-таки люди должны общаться внутри каворкинга. Что и происходит. Именно там появляются новые идеи, когда люди друг с другом сидят бок о бок и общаются. Ну, вот по поводу переговоров, не переговоров, говорю, перегородок, извини, пожалуйста. По поводу перегородок. Ну, невозможно представить себе тысячу квадратных метров, ничем не разделенные, ну, условно говоря, там столами только. Возможно. Возможно? Возможно, конечно, конечно, это можно. Нужны переговорные комнаты, без этого ты никуда не денешься. Это там по телефону поговорить, встретиться со своим клиентом. Да, но тысячи квадратных метров можно сделать без перегородок. Ну, в этом случае вот один из недостатков, ну, мне показалось очевидным, это как раз то, что огромное, ну, большое количество людей, причем люди творческие, они такие, можно представить, да, они люди энергичные, любят громко разговаривать, иногда перебивая друг друга. Ну, тут уже возникает правило, да, такое. Люди должны уметь работать рядом с друг с другом, поэтому... А правило это кто устанавливает? Руководство, администрация. Администрация. Конечно, ну, когда вы приходите в библиотеку, вы понимаете, что вы не можете громко разговаривать по телефону, сидя рядом. Ну, допустим, я этого не понимаю, но мне кто-то поможет это понять. Либо иди отсель вон и, значит, читай в одиночестве. Ну, да. То есть, я думаю, что многие коваркинги с этим сталкиваются поначалу, что люди не понимают, как себя там вести. Ну, там неделя-две пребывание, и все прекрасно знают, что если ты хочешь поговорить по телефону, тебе нужно отойти, потише и так далее. Ну, или как минимум сделать это, да, да. Да, потише и так далее. Это все это... Люди ко всему привыкают. Ну, да, такое выражение лица, что типа это не самое главное все. Хорошо, хорошо. Ну, мне показалось все-таки этой проблемой. Кстати, коваркинг, ну, вот с точки зрения его внутренней архитектуры, да, это очень напоминает open space сейчас во многих, да, офисных центрах. Так и есть. Так оно и есть. Так и есть. Но только open space обычно это все-таки маленькие перегородочки. Но мы, я считаю, что так нельзя. То есть именно вот перегородка мешает людям общаться. Коваркинг это все-таки совместная работа. Совместная работа. Прежде всего. Прежде всего, да. Хорошо, с внутренним наполнением тоже понятно. Еще какие критерии для коваркинга ты бы выбрал? То есть, ну, я повторю, да, мы говорили о географии, он должен быть доступен, соответственно, вот большие помещения для того, чтобы... Ну, география, но еще все-таки само место. Не в плане доступности, а именно интересность, само место, нахождение этого. Вот ты привел электрозавод, да? Это у нас восток Москвы, там, что там интересно в этом месте? Самая архитектура. А, архитектура. Архитектура здания, да, но он очень интересный сам по себе, как объект, поэтому старое здание с историей какой-то. То же самое Красный Октябрь тоже. Отличное место. То есть, если мы возьмем огромные стены и потолки, поставим где-нибудь на крайне Москвы, и это будут просто огромные стены, и как бы, ну, это не то. Должна все-таки какая-то быть, скажем так, фишка в этом месте. Хорошо, я понял тебя. Теперь давай поговорим о том, чьими услугами, что ли, или давай, услуги, неправильное слово здесь, да? Ну, кто в конечном итоге идет в коваркинг? Вот, кто эти люди, причем не с точки зрения их, я бы сказал, эмоциональной, да, составляющей. Понятно, что они все творческие, да, вот, кому-то, ну, по его внутреннему, внутреннему какому-то ощущению комфортнее сидеть, действительно, вот, за закрытой дверью, в кабинетике, причем желательно, чтобы никого больше и не было, да, закрыто вообще. Вот. А есть люди, действительно, которые, вот, они, воздух этот нужен, творческий воздух. Ну, с точки зрения, тем не менее, их профессии, да? Профессии, ну, в основном это все-таки программисты, дизайнеры, люди, которые это знают, ну, то есть им проще всего туда пойти. Так сложилось, они открыты к этому. Это журналисты, переводчики, архитекторы. Извини, пожалуйста, а вот опять я вспомню, да, что в пятом году мы говорили, Брэд Ньюберг, молодой программист, может быть, поэтому именно программисты сейчас и были востребованы. Тут какая ситуация, программисты и дизайнеры, люди чаще всего пользующиеся интернетом, да, то есть они живут, варятся в этом и так далее. Информация о коворкингах пришла через интернет все-таки, да, и поэтому они понимали, как это работает. Собственно, я и оттуда же узнал об этом, только из интернета. Человек, там, не знаю, журналист, юрист, бухгалтер, он дольше бы узнавал о том, что такое коворкинг, примеры успешные и так далее. Еще бы я даже, извини, конечно, я даже не представляю бухгалтера в коворкинге. Ну, таких нет, таких нет. Журналист, ну, юрист может быть еще. Журналист, юрист, да, архитектор, это люди что-то созидающие, творческие ребята такие. И обязательно условия, люди, которым не нужно сидеть в офисе все-таки. Это все-таки фрилансеры, люди с свободного плавания, да, конечно. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, итак, мы еще раз говорим об аудитории, так называемой, да, кто все-таки преимущественно интересуется этими услугами. Значит, еще вот какой вопрос меня интересует, ну, если позволишь, с юридической, что ли, точки зрения, как вообще этот коворкинг оформляется. То есть ты, ну, понятно, ты снимаешь офис, да, подписываешь договор аренды или субаренды, там, я не знаю, ну, о покупке, наверное, мы сейчас говорим в меньшей степени. А как я пришел в коворкинг? Что я, кому чего я должен? Мы предоставляем услуги. Предоставляем услуги. Услуги, да. То есть я арендую у тебя стол и стул. Стол и стул. Мы предоставляем услуги по возможности пользоваться интернетом, столом, стулом, переговорной комнатой, личным ящикам. Ну, мы какой-то договор подписываем. Да, у нас договор, конечно, договор, все как у больших компаний. Все красиво. Все красиво, да. Вот, это ни в коем разе, это не аренда. Вот, и там, соответственно, там, в зависимости от тарифов, которые есть в коворкинге, список услуг, он варьируется. То есть можно просто снять место, можно снять место там со шкафчиком, со своим собственным, чтобы туда положить вещи. Это будет дороже, естественно. Да, это чуть-чуть дороже, ну и так далее. То есть много разных вариантов услуг в коворкинге, вплоть до бухгалтерского сопровождения. Ну, давай, я бухгалтерского сопровождения чуть позже, а вот по поводу шкафчика мне интересно. Смотри, я снял стол, стул и шкафчик. Да, на шкафчик повесил замочек. Ну, понятно, да, вещь, конечно, может быть, как тебе сказать, не совсем приятно о ней говорить, но понятно, что мы собрались, огромное пространство, люди пока еще мне не знакомы, и вообще непонятно, вот я, например, с опаской отношусь. Они вроде все симпатичные, но Бог его знает. Береженого Бог бережет. Так вот, на шкафчик я повесил замочек. А если человеку не достался шкафчик, кто за всем этим следит-то? Ну, такого нет. Это значит, администрация промахнулась, когда проектировала. Конечно, на каждого, назовем его коворкера, есть один шкафчик. То есть такого нет, чтобы кому-то что-то не хватило. Он с замочком шкафчик? Да, у каждого ключик есть, его выдают при оформлении договора. Шкафчик, ключик, стол, все, он пользуется, все свои вещи туда складывает, если вам что-то нужно, какую-то мелочь, клавиатуру мышки. Есть примеры, когда вот, ну, понятно, по каким причинам, да, вдруг кто-то чего-то там недосчитался? Лично у нас? Лишнее. Лично у вас? Лично? У нас были, что вещи пропадали, но они пропадали не потому, что их кто-то украл, что он их взял и забыл вернуть на место. Такое было, ну, мы отслеживали все по камерам, кто это, кто в этом участвовал и возвращали вещи. Ну, понятно. Ну, это другое дело, конечно. Хотя, с другой стороны, что это за вещь, интересно, да? Зарядка это телефона, да. Карандаш, ручка или пальто кожаное. Взял и забыл вернуть на место. Ладно, хорошо. Так, немножко времени осталось. Значит, давай все-таки мы продолжим говорить о преимуществах коворкинга. Ну, понятно, что человек, который не имеет возможности, а может быть и желание снимать офис, потому что это дорого, ну и потом, может быть, какие-то еще причины. Он, конечно, посмотрит в эту сторону. А тот человек, у которого, ну, как бы альтернатива есть, да? Я либо могу снять, я могу себе позволить. И в то же время я посмотрю на коворкинг. И в конечном итоге, оп, мне кажется, там будет интереснее. Ну, тут такой момент, если касательно Москвы. В Москве достаточно сложно снять именно маленькое пространство 23 квадратных метров. В качестве офиса. То есть, либо это там 100 метров, но это, соответственно, стоит дорого. А в коворкинге ты, условно, за небольшие деньги снимаешь 500-600 квадратных метров. Люди не понимают, почему ты снимаешь 500-600 квадратных метров, но это выходит, это мягкая зона, это, не знаю, кухня, это переговорная комната. Они тебе нужны, но это те же самые квадратные метры, которые тебе пришлось бы снять. Значит, уже 20-30 квадратными метрами офисного пространства ты бы не обошелся. Нужно было бы еще доснимать. Это дорого. А тут за 10 тысяч рублей ты снимаешь большое пространство. Свой собственный большой офис. Многие коворкингеры делают так, что они не говорят, что они сидят там одни. Зашел клиент, видят, сидят люди. Мало ли, может, это все его подчиненные, да, сотрудники. Именно подчиненные, не просто, конечно, а я большой директор, это моя компания. Да, это как бы удобно. Это удобно, но это как-то попахивает таким, нет? Нет, в IT очень сложно, если мы говорим об IT, очень сложно там завоевать репутацию. И когда ты один, а ты можешь работать один в принципе, а клиенты этого не понимают. Приходится иногда как-то на какие-то хитрости идти. Ну да, да. Мягко давай назовем это хитростью, да. Не хочется говорить, что там пыль, пыль или как, что там, в лицо, в лицо, да? Да. Или в лицо. Ладно, продолжим этот разговор. Пошли на вопросы, послушаем новости на Финам.ФМ и затем будем говорить. Итак, друзья мои, продолжаем наш сегодняшний разговор. Сегодня знакомимся, ну, со многим, многим с неизвестными вещами, да, в частности. Мы говорим о каворкинге, о неком объединенном рабочем пространстве. Говорим о том, почему это хорошо, хорошо для того, кто затевает этот бизнес или затеял. Вот, в частности, в гостях сегодня у меня человек, который этим бизнесом занимается уже 4 года, да, Миша, у тебя 4 года? Нет. С 8-го года ты говорил. Я начинал это делать, но открыли мы каворкинг все-таки в августе 2012 года. А, вы еще совсем молодые. Ну, тем не менее, в гостях Михаил Комаров, основатель рабочей станции. И как раз мы сегодня и рассуждаем по поводу того, кому это выгодно, кому не выгодно. В чем плюсы, в чем минусы. Минусы, кстати, не очень много, я вот их себе выписал. Ну, на мой взгляд, что это недостатки. Хотя Миша вот умеет, да, минусы превратить в плюсы, сказать о том, что это не так уж и плохо. Иван спрашивает, Иван, наш слушатель, постоянный, причем, надо сказать. Ну, так, с сомнением он, я уж не буду интенционно, так сказать, пытаться, да, это сомнение озвучить. Но вопрос такой, неужто у нас в России столько много каворкингов? Столько много? Много? Ну, сколько их, как минимум, Миша? Ну, по Москве порядка десяти. По Москве? По Москве порядка десяти. Я боюсь следующий вопрос задавать. За пределами Москвы вообще, не то, что коморки, слово-то такое, да, слышали? Ну, статистики нету, вот, то, что знаем из... Кстати, статистики нет, почему? Лень тебе эту статистику, потому что, ну, нужно, ты же занимаешься бизнесом, это твои конкуренты в конечном счете. Мы так не рассматриваем, каждый каворкинг, тут нет конкуренции, тут смотря кто что предлагает. Мы предлагаем свои услуги, они предлагают свои, вот. Но они принципиально могут разниться, эти услуги? Ну, многие каворкинги не проводили, семинары, лекции образовательные, до того, как мы начали это делать. Вот, вот об этом давай поподробнее. Итак, один из явных, одно из явных преимуществ каворкинга, этого объединения, да, людей, занимающихся разными, по сути, вещами, это некое профессиональное развитие, то есть в каворкинге очень часто, и вот Миша как раз сейчас об этом нам расскажет, проводятся некие образовательные мероприятия, да, которые, с одной стороны, сплачивают еще больше всех, кто внутри, а с другой стороны, дают им профессионально развиваться. Безусловно, да, мы проводим каждый уикенд образовательные семинары, лекции, приезжают крупные спикеры из крупных компаний, иностранных, российских, и рассказывают о каких-то там отраслях, все-таки IT, мы айдитеримся на IT, да, сами айтишники, и об этом, обо всем. Мы сотрудничаем с Microsoft, они читают свои семинары, очень интересные. Это платно для тех, кто в каворкинге? Есть тарифы, в которые включено посещение бесплатное этих лекций. То есть при заключении договора у меня уже прописано, да, что я могу еще? Вы можете выбрать тот тариф, в котором это будет прописано, и посещать лекции бесплатно. Конечно, в самом дешевом тарифе вам придется платить за каждую лекцию, но экономия существенная, поэтому люди покупают такой тариф. Но это не такие уж дорогие мероприятия, поэтому каждый по силу потратит эти деньги. Это очень важно, именно не самообразование, а именно обучение чему-то новому. Люди приходят, помимо того, чтобы поработать еще за знаниями, которых... Ну подожди, у меня всегда это коробит формулировка, обучение чему-то новому. То есть вот я сижу, сижу и не знаю, чего мне... И тут чего-то новое. Или люди востребованно говорят о том, что я хочу этому научиться, да. Мы проводим опросы, опросы среди наших клиентов, о чем бы они хотели послушать, не знаю, там новый язык программирования, то же самое, да. Вот есть программист, он его не знает, и формируем... Курс английского языка. У нас есть курс английского языка, да. Я думаю, что для большинства, да, подавляющий, или не для всех даже, тех, кто в каворкинге, это может быть полезно. Ну, в заключении того, кто учит французский. Да, да. То есть чему-то новому это именно из-за потребностей именно каворкеров. Мы не там придумывали какие-то новые лекции. Они исходят от наших ребят, кто сидит. То есть именно спрос, как известно, да, определяет предложение. Хорошо, давай дальше. Дальше. Какие плюсы еще? Плюсы. Очень неважно. Плюсы. Плюсы, но все-таки, безусловно, это общение. Потому что люди устают там в том же самом офисе работать в течение дня. Это все-таки нагрузка большая. А тут он вышел, пообщался, узнал что-то новое от человека, который сидит рядом. Общение – это самый главный плюс в каворкинге. Прямо 100%. Нет, ну подожди, в офисе. Я уж не беру, конечно, в офисы там мизерные какие-нибудь, да, стоящие из двух-трех человек. Ну обычный офис, там что же есть общение, там народу много. Ну разное, профильное. А-а-а. А тут все-таки люди одной из сферы, и им есть что обсудить. То есть, ну, с бухгалтером понятно, что он и в офисе обычно найдет, о чем поговорить. А здесь все-таки дизайнеры, не знаю, программисты, они находят общие какие-то темы. Дизайнеры с архитекторами, да? С теми же самыми. Я общаюсь, допустим, у нас каворкинги с одним архитектором, очень интересным человеком. Это интересно. Вы просто обсуждаете тенденции какие-нибудь, да, то есть так болтаете? Даже конкретные проекты. Или, может быть, у вас даже... Ну не наши проекты совместные, а просто вот он рассказывает, вот у меня есть проект. А ты изначально кто, айтишник, да, по профессии? Нет, по образованию я архитектор. Архитектор-то. Да, хобби выросло в бизнесе, это я про айти, все-таки про веб. Поэтому общение – это самый главный плюс. Ну и, наверное, семинары, лекции, которые мы проводим, тоже, безусловно, такая вещь очень важная. Потому что просто стол, стул, ты можешь и дома посидеть, проводить. Это да. Да. Ну, там отвлекают, там семья, иногда они очень удобно работают. То есть люди нам говорят, что в коваркинге они работают намного продуктивнее. В 9 часов вечера у нас люди сидят. То есть где вы в офисе видели, чтобы люди сидели в 9 часов вечера? Ну если их только не заставили. Ну я могу показать, да. Я даже таких людей знаю, собственно. Просто чаще всего люди там в 6-7 часов вечера уже бегут с работы. А здесь люди сидят, потому что вот запах. Вот согласишься со мной, нет, я вспоминаю свои ощущения. За плечами большая жизнь. Я какое-то время тоже был так, неким фрилансером таким, да, в свободном плавании. И, ну тогда я воспринимал это на самом деле позитивно. И дело, которым я тогда занимался, позволяло мне дома находиться. У меня был ребенок, ну был ребенок, родился только сын маленький, вот там няня. И не могу сказать, что это связано именно с рождением сына, потому что, ну, я там мог уединиться в конечном итоге. Вот мне, как через какое-то время, меня напрягало, знаешь что, не атмосфера домашняя, конечно, нет, ни в коем случае. Меня напрягало, ну вот я прошу тебя прокомментировать, может это уж не настолько распространенно. Я психологически не чувствовал себя занимающимся делом каким-то. Такое ощущение, что я все время дома и как будто бы чего-то, как будто бы, а на самом деле, мне нужно было обязательно куда-то выйти, да, там, я одно время в машине вообще этим занимался. Специально для того, чтобы выйти из этого вот пространства. Тут все просто... Есть проблема вообще такая? Есть, ну я с ней сталкивался. Психологическая. Да, ты сидишь дома, тебе кажется, ну сейчас я отвлекусь на 5 минут на какое-то там дело домашнее и вернусь к работе. А какое это, посуду помою? Ну посуду помою, я не знаю, там, пообщаешься с тем же сыном и так далее. То есть он тоже требует внимания. Видит, папа сидит, работает, почему бы к нему не подойти. Логично. Вот, поэтому домашние дела отвлекают все-таки, вот человек не может сосредоточиться, люди все-таки сами по себе неорганизованные по большей части, да, их нужно как-то контролировать. А каворкинг – это твое место. Люди сидят, работают, ты видишь, что они работают, тебе тоже как-то это направляет в рабочий ритм. У нас были девочки, приезжали, занимаются они медициной. В первый же день, как они к нам пришли, они ушли из офиса, из каворкинга в 3 часа ночи. Я к ним подошел, тоже находился. Не, ну девочки, боже мой, они там сразу шмотки какие-нибудь обсуждать начали. Нет, нет, они сидели, работали, писали бизнес-план и так далее. Да, то есть девочки. Их прям что-то невероятное происходило, они потом этим делились, что мы сидим и не устали, и хочется дальше, и ничего не отвлекает. И на нас это не похоже, да, удивляются они сами. Кстати, самое время сейчас, давай мы присоединим к нашему разговору еще одного специалиста, это Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра портала СуперДжоб. Она у нас на связи. Наташа, добрый вечер, вы слышите нас? Добрый вечер, да, конечно. Здравствуйте. За разговором следили или не было возможности? Ну, последнюю часть слышала, да. Последнюю, ну это самая главная последняя часть, это самая важная. Значит, я прежде всего напомню, мы сегодня каворкинги обсуждаем, их плюсы и минусы. Один из тех, кто занимается этим бизнесом в России, в Москве, Михаил Комаров, сейчас сидит напротив меня, и мне хотелось бы, чтобы вы дали свою экспертную оценку. Ну, не случайно, да, мы вас пригласили, вы занимаетесь вопросами работы, да, привлечения устройства на работу. Как вы считаете, насколько востребована эта история или она скоро отживет свое и так, собственно, и не воспряв? Я думаю, что эта история, в принципе, мало, скажем так, мало применимая к жизни, в действительности, на мой взгляд. К жизни российской или к жизни в принципе? Ну, к нашей-то жизни точно совершенно. В наших реалиях, наверное, могут существовать какое-то ограниченное количество таких центров, и, наверное, лучшие из них смогут просуществовать какое-то длительное время. Но я, если честно, не очень верю в то, что это получит распространение, и это слово будут знать больше, чем, не знаю, там, 5 экспертов, ну, или 25 экспертов, которые поймут вообще, что обозначает это слово. Ну, мы сегодня, кстати, вот Миша помог, мы знаем, что такое, что обозначает это слово, даже, что обозначает самому. Ну, я думаю, что вчера не знали еще или позавчера. Вчера не знали, да. Проблема здесь, в общем-то, в том, что, собственно говоря, и под этим словом и подразумевают разное достаточно часто даже те люди, которые слышали его. Ну, и, собственно говоря, очень сложно представить себе те бизнес-процессы, которые можно было бы делать в таких условиях. То есть это достаточно понятный, на мой взгляд, круг. Это стартапы, наверное. Стартапы, в смысле, потому что нет денег еще, да? Много для того, чтобы свое что-то... Ну, для собственного. Ну, и, в принципе, их бизнес-процессы не налажены. И, в общем-то, когда в открытом пространстве, может быть, людям не так страшно этим заниматься. А, вот. Психологическая такая составляющая. Конечно же, раз это придумали, значит, кому-то нужно. Но, скорее всего, это возникло все-таки как мода... На западные. Как кальков западных таких пообразцов, да. Ну, кстати, вот вы абсолютно справедливо сейчас эту фразу произнесли. Если это присутствие, значит, кому-то нужно, да? Как классики говорили, если звезды зажигают, значит. Так вот, мы пытаемся понять, кому это нужно-то? На ваш взгляд, кому это нужно? Ну, возможно, в таких центрах будут заинтересованы фрилансеры, которые ищут себя, ищут поддержки, ищут общения. Потому что, насколько я понимаю, те фрилансеры, которые уже имеют, скажем так, полную загрузку, у которых есть налаженные контакты, уже понятные клиенты, я не очень понимаю, зачем этим людям тратить какие-то средства для того, чтобы работать не у себя дома. Если какие-то крайние ситуации, они все-таки будут единичными, на мой взгляд. Я понял. Наташа, спасибо огромное за то, что вы приняли участие в нашем разговоре. Напомню, на связи у нас была Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра портала Суперджоп. Всего хорошего, Наташа, спасибо. Вот такое мнение, друг мой. Как ты к нему отнесешься? Ну, в какой-то степени я, наверное, не соглашусь. Давай, давай, поспорим. Ты не стал спорить в прямом эфире, я понимаю, ты джентльмен. Да, коворкинг это все-таки, наверное, можно рассматривать как промежуточный этап между фрилансером, когда он сидит дома, и какой-то маленькой компанией, которую уже сняла. Все-таки любой бизнес, любой человек, который занимается бизнесом, начинает заниматься, он хочет вырасти. Вот, у него появятся сотрудники в какой-то момент, его нужно... Подожди, а давай на примере одного индивидуума мы вот этот промежуточный этап с тобой представим. То есть я этот индивид, индивидуум фрилансер. Чем он занимается, наверное, пока не важно, да? Пока не важно. Почему у нас отсчет, ну, собственно, да, время, время, время. Слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, время неумолимо, осталось у нас не так много. Его, вот, мы обсуждаем сегодня любопытную, любопытную тему. Коворкинг. Михаил Комаров в студии, сооснователь рабочей станции. Значит, Миша, я формулировал вопрос, не успел его задать. Еще разок я попробую. Значит, ты сказал о том, что коворкинг рассматриваешь как промежуточный этап между фрилансером, который дома еще пока сидит, и, собственно, тем, кто уже собственную компанию, да, пытается открыть, ну, и со всеми вытекающими. Если на примере одного индивидуума, то есть начинаю я как фрилансер дома, неважно, чем я занимаюсь, да, потом у меня возникает по каким-то, мы сегодня много обстоятельств этих с тобой, да, озвучили психологические, да, там, какие-то иные обстоятельства, заставляют меня из дома выйти и думать уже о неком рабочем пространстве вне его. Пока у меня нет денег, пока у меня нет еще чего-то, и я, соответственно, опускаюсь в коворкинг. А потом, когда я стану круче-круче, круче распирает меня, да, я уже говорю, все, мне коворкинг уже неинтересен, я свою компанию, у меня свой офис и все дела. Так это выглядит? Ну, да, то есть ты фрилансер, в какой-то момент тебе все-таки понадобится человеку, который будет, там, твой подчиненный или компаньон и так далее, и это все, это процесс такой, деление, как лет, когда компании растут, вот, и из одного человека получается 5-6 ребят, уже нужны переговоры, уже нужны встречи с клиентом и так далее, уже дома не обойдешься, кафе тоже, что у нас там практикуется часто, да, когда люди встречаются в кафе по деловым таким встречам. Вопросам. Да, вопросам. Поэтому коворкинг – это промежуточное все-таки звено. Тогда, когда фрилансер уже вышел на стабильный спрос и работу, вот, ну, ему уже нужно встречаться с кем-то или, может быть, уже подтягивать людей, кто... Ну, а есть здесь вот опять такая, ну, в какой-то степени психологическая история, связанная с тем, что я встречаюсь с клиентурой, да, коворкинг – это уже не круто, мне нужен собственный офис, вот так рассуждает кто-то, нет? Нет, нет, все-таки, ну, смотря какой коворкинг, мы вернемся к тому, что коворкинг должен быть добротным, красивым, похожим все-таки на офис в какой-то степени, переговорные, это то же самое ресепшеном, да, тебя встретят клиенты на ресепшене девочки, проводят тебя в переговорную комнату, ну, чем это нехороший офис, да. Все по-взрослому. Все по-взрослому. Поэтому, да, потом компании вырастают, они снимают, но у них уже есть возможность снять офис там за 100 тысяч, за 200 тысяч рублей, а здесь такие большие деньги, а вроде ты получаешь все то же самое. Вопрос технического характера, так, собственно, озвучил, назвал его наш слушатель, я его прочту тебе. Когда открываешь свой офис, ты можешь зарегистрировать на него свою компанию для налоговой, для почты, ну, это нормально, да, то есть некое юридическое лицо. Тут там нужен юридический адрес, да, если ты помнишь. А в офисе коворкинга так сделать можно? Смотря какие у тебя взаимоотношения с арендодателем. Не с коворкингом, а именно с арендодателем, кто предоставил это помещение. Наверное, можно. У нас были... Подожди, ты к отношению у меня все-таки с кем? С коворкингом или... Ну, мы не можем, если мы сдаем, работаем как коворкинг, все-таки есть владелец помещения, вот, и он вправе дать добро на выдачу юрадреса. Мы не можем напрямую выдавать. Там есть процедура некая, да, там, письмо и так далее. Это логично. То есть, смотри, я еще раз пытаюсь понять. Значит, я пришел, снял у тебя место, да, мы подписали с тобой какой-то договор. Это договор не в отношении аренды помещения, это просто там какие-то у нас взаимоотношения. Договор о оказании услуг. О оказании услуг, да. Самая, как это, обтекаемая такая формулировка. Но это нормально. А если мне понадобится какой-то причине юрадрес здесь, зарегистрировать у себя, да, там, в учредительных документах, то я иду непосредственно уже, да, и... Владельцу помещения. И коворкинг не будет по этому поводу переживать, через голову там, нет? Нет, нет, нет. Но они-то ничего такого не сделают. Ничего такого нет, да, да. Абсолютно. И говорю, вот я в коворкинге, да, я, собственно, вас, по сути, арендую, да, можете мне предоставить адрес. И там уже, соответственно, вопрос, да, да, нет, нет. Ну да, он связан уже с какими-то другими хлопотами. Да, да, я с тобой согласен. Ну еще нормально, это нормально. Так, еще один вопрос. Да, да. Причем тоже так настойчиво уже, Женя спрашивал уже, или, может, не он спрашивал, кто-то другой. Значит, мы говорили о том, что бизнес этот, ну, видимо, пока, пока все-таки востребован только в крупных городах. Ну, может быть, даже только в Москве и в Питере, как обычно это бывает. Есть они коворкинги где-то? В регионах? Конечно, есть. Есть, да? Есть, есть. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара. Это то, по крайней мере, с кем с ребятами мы общались в этой степени. Они есть. Ну, просто там спрос на... Там фрилансеров меньше, по определению. Людей, которые работают, да, там, на дому. Нет, ну, может быть, их много, но они не так... Они еще не дошли до планки, когда они могут себе позволить коворкинг сидеть там. Либо это очень маленькие совсем заведения. Называть их коворкингами сложно. Ну, маленькие именно... Просто ребята собрались вместе, сняли какой-то офис. Коворкинг. Но пополам, да? Да, может быть, коворкинг, да. Вот они есть в регионах. Ну, что ж, значит, если они есть в регионах, это уже говорит о том, что, да, этот бизнес... Все-таки популяризуется и какое-то распространение наверняка. Ты, кстати, вот давай об этом поговорим. Ты как видишь это в плане перспектив? В плане перспектив? Ну, то есть, как это приживется у нас? Есть ведь, наверное, да? Ну, есть спрос. Есть спрос, есть очередь. Да ты что? Конечно. Вперед? Если говорить про нас, у нас большая очередь. На два месяца вперед. То есть, не знаю, так сложилось, видимо, что подошел то время, когда появился большой спрос на это. К нам приходят ребята из других городов, приезжают за консультациями, чтобы открыть там то же самое. Потому что спрос есть, людям это нравится. Они посмотрели пример, европейские примеры, там, московские, начинают это делать уже в регионах. Ну, смотри, вот говоря о примерах, мы очень часто, естественно, и в этом ничего, наверное, странного-то нет, так жизнь устроена. Мы смотрим на примеры американские, европейские и так далее, там, подобное. Кстати, вот опять я возвращаюсь, да, к разговору с Наташей, по телефону она с нами была, вот, ее мысль прозвучала так, что это некая попытка, так, ну, модная тенденция, попытка кальку какую-то срисовать с американцев. Вот у них Кока-Кола, давайте, у нас тоже будет Кока-Кола, у них там еще что-то. Ты так не думаешь? Смотри, мысль какая. Есть ли некая, есть ли некая ментальная подоплека, что ли? Ну, вот в Штатах, вот, они так рассуждают, и у них это живет, а мы-то, понятно, что во многом рассуждаем иначе, и у нас это не будет жить. Нет, я не думаю, потому что, в первую очередь, в каворкинге идут люди, работающие с интернетом, а интернет накладывает отпечаток все-таки. Мышление уже глобальное такое. Ну да, то есть не ментальное ни в коем случае. Нет, 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 и люди идут, им это интересно, они знают, что это такое, и, собственно, и они идут за этим. А то, что мы копируем, ну, это просто придумали там. Они придумали там раньше, чем мы здесь. Придумали здесь. Так же, как телевизор придумали там и здесь, да, или там радио, то же самое. Ничего такого. Нет, радио наш товарищ придумал, кстати. Окей, там бы... Вот. Ну, я согласен, согласен, да, здесь-то принципиально никакой проблемы нет. Ничего такого в этом нет. Хотя, все-таки, многие вещи, которые придумали там, здесь не приживаются, да? Это нормально тоже. Да, но, в частности, коворки работают. Коворки-то не из их числа. Нет. Не из их числа. Это хорошо. Так, ну что ж, собственно, тому, кто бы решил заняться подобным бизнесом, вот ты как человек уже умудренный опытом, у тебя опыт, да, огромный, несколько месяцев, ну, имеется у собственного бизнеса, да? А с чего бы ты рекомендовал начать? Ну, наверное, все-таки, с поиска красивого, хорошего места. Это все-таки залог успеха. Залог успеха. Залог успеха, да. Если у тебя будет хорошее место, финансирование, тут нельзя обойтись тремя рублями все-таки. Тут нужно вложиться в это хорошо деньгами, и зато потом отдача будет. Ну, то есть, другими словами, смотри, финансирование надо либо снять, либо купить, да? Хотя купить, наверное, лучше снять. Снять вполне, да. Найти, снять, потом сделать качественный ремонт, да, чтобы это было вот то, о чем мы сегодня говорили, да, всю дорогу. И дать рекламу, да? Дать рекламу, да, на специализированных ресурсах. Кстати, что за ресурсы специализированные? Айти, ресурсы, где варятся айтишники, да, ты там рассказываешь об этом и все. И люди идут. Ну, спрос есть, соответственно, люди идут. Там, кстати, есть, наверное, объявление по поводу того, что хотел бы, да, хотел бы место в каворкингах, кто подскажет, да? Да, есть такое. Люди иногда пишут, что вот, жалко, у нас в Воронеже такого нет, или, не знаю, в Перми. А ты говоришь, приезжайте к нам в Москву, да? У нас есть место. Смотри, Виктор пишет. Добрый вечер. Есть ли в каворкинговых пространствах место, где вздремнуть? Вот, сильно устает, видимо, наш слушатель, это нормально. Вдремнуть, установить силы. Если человек занимается умственным трудом, он устает не физически, а психологически. Ну, по-всякому он устает. И, я думаю, вопрос-то по существу. Это обязательно нужно. То есть, мягкая зона, где есть диван, не знаю, какой-то мягкий пуфик. Ну и что, прямо можно вздремнуть? Ну, почему бы и нет? Ну, те никто не запрещает. Во многих компаниях крупных, там, Google, Яндекс. Кстати, тут был такой вопрос, я уж не стал его озвучивать, поскольку мы об этом говорили. Иван спрашивает, офисы Google, Яндекс, Apple, ну, они как бы, да, учитывая, что они айтишники, они такой, всегда образец на этом рынке, да? Вот спрашивает Иван, давай я его озвучу тогда. Офисы Google, Яндекс, Apple имеют свои архитектурные красоты или различные интересные вещи, к примеру, горка посреди офиса. Почему-то вот ему понравился именно горка. Можно же сказать, что офис каворкинга стремится к такой атмосфере, да? Конечно, конечно, человек должен прийти, ему должно нравиться, задача стоит такая, чтобы человек хотел находиться там постоянно, и днём, и ночью. Тогда это, он трудоспособен, плодотворен и так далее, а поспать не проблема, там, ещё душ можно сделать. А у вас есть, кстати? Есть, у нас три души, да. У нас рядом парк, люди бегают, на велосипедах катаются, потом приходят, принял душ, пошёл дальше роваться. Я, слушай, ты вот как раз сказал, чтобы он был рабоспособен днём и ночью, так опасности нет, что он домой перестанет ходить, возвращаться домой, к семье, он забудет, как зовут, жену. У нас есть такие ребята. Серьёзно? Да, которые работают круглосуточно, ну как они там, отдыхают по два-три часа, а тут всё просто, мы с ними общались, и я трачу два часа в одну сторону, два часа в другую сторону, смысл. Смысл, да, четыре часа на пробку. Да, четыре часа на пробку, поэтому я лучше останусь здесь. А что семья? Ну, люди молодые. Ну, деньги хотя бы высылают. Семьи нет, наверное. Ты знаешь, как бывает, и забыл уже, и про детей-то, да, в каком классе. Ну, ладно, ладно, это хорошо. Вот, отвечаю ещё раз на вопрос Виктора. Виктор, по существу, спасибо за хороший вопрос. Действительно, есть эти зоны, и есть место, где вздремнуть и восстановить силы, что важно. Ну, хорошо, Миша, давай, времени совсем немного. Так, подожди, ещё один вопрос у меня пришёл от Виктора. То есть специализированных мест для восстановления нет? Что, интересно, он подразумевает? Наверное, какой-то номер, где можно переночевать или там поспать. Но, конечно, таких нет. Всё-таки это... Ну, это глупо было бы, да, что специально это... Да, иначе превратится вместо... Какое-то другое. Да, уже не в каворкинг, а что-то такое. Но есть примеры в мире, когда хостелы рядом с каворкингами образуются, хостелы, где можно переночевать. И причём каворкинг, да, он уже сразу ориентируется, да? То есть мы снимаем место для каворкинга вот здесь, потому что рядом есть вот такое пространство. Возможно, а возможно каворкинг сам, ну, то есть там люди, которые его организуют, делают рядом подобную услугу. Миша, спасибо тебе огромное. Напомню, в гостях сегодня был Михаил Комаров, сооснователь рабочей станции. Мы говорили о каворкинге, ещё не столь популярном, но, мне кажется, достаточно перспективном бизнесе. Потому что, как я понял, и, Миша, я надеюсь, ты со мной согласишься, каворкинг делает всё для того, чтобы человек был счастлив, здоров, доволен и работоспособен, что самое главное. Спасибо тебе огромное. Уважаемые слушатели, вам, благодарю вас за внимание. Это был бизнес, наш класс. Всего хорошего.